Сегодня территория реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями стала зеленее на 22 дерева. Ели и липы появились здесь благодаря программе Магнитогорского металлургического комбината. Озеленению территории Магнитогорского на металлургическом гиганте всегда уделялось пристальное внимание. Каждый год планы по высадке деревьев за счет средств ММК перевыполняются. Ребята, посещающие социально-реабилитационный центр, поют и танцуют. Сегодня здесь праздник. Территория, куда дважды в день дети выходят на прогулку, станет еще зеленее. 12 лип и десяток елей больше двух лет росли в питомнике и приехали в детское учреждение благодаря масштабной программе Магнитогорского металлургического комбината. Весной мы приняли решение, что такую сформировали долгосрочную пятилетнюю программу по продолжению посадки деревьев в городе. И вот, собственно говоря, это уже реализация этого первого года, вот этой пятилетней программы. Полторы тысячи деревьев мы посадили, посадив в городе. И еще там порядка 350-400 деревьев отдельно мы сажали в этом году весной в монументы ТВ-фронту. Огромное спасибо комбинату. Не просто за то, что они посадили одно дерево. Вообще-то, наверное, если бы сейчас все деревья вместе где-то высадить отдельно, была бы такая уже солидная, вполне себе заметная роща. Сегодня осень, сегодня самое прекрасное время для высадки деревьев. Ну, точно ни одно дерево в нашем городе лишним никогда не станет. Уже не первый год ММК уделяет пристальное внимание озеленению Магнитогорска. В прошлом году на территориях школ и детских садов появились полторы тысячи деревьев. В планах 2018-го озеленить детские учреждения и микрорайоны южной части города. Осталось нарядить только и Новый год встретить, да? Изначальная задача посадить полторы тысячи деревьев уже перевыполнена. Только кустарника в этом году на территории города высадили около трех тысяч корней. Работы по озеленению выполняются по всем правилам и под контролем специалистов. В масштабной программе ММК заложены средства на полив саженцев. На протяжении четырех лет мы планируем не только высаживать деревья, но и поливать и ухаживать за ними. Потому что очень хорошая приживаемость, когда мы видим уход. Уход детишек, уход профессионалов. То есть вот прошлый год у нас очень хорошо показал эффективность высадки взрослых деревьев. То есть приживаемость у нас составила 96%. В озеленении территории центра его подопечные с удовольствием принимают участие. С главой города Сергеем Берниковым работает целая команда детей. К генеральному директору ММК Павлу Шиляеву и директору по промбезопасности Григорию Щурову присоединился 11-летний Данил. Данил – сирота. Его воспитывает бабушка. У него серьезные проблемы со зрением. Но мальчик поражает педагогов центра своей активностью и любознательностью. И даже посаженные им ель и липу пообещал взять под опеку. Ну да, наверное, буду смотреть, может поливать. Если предложат, я буду поливать их. На реализацию масштабной пятилетней программы по озеленению руководством ММК выделено 57 миллионов рублей. Эти средства предполагают, что к 2023 году на территории Магнитогорска станет на 10,5 тысяч больше деревьев и кустарников.